Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, на котором я рассказываю о жизни в Северной Италии. И сегодня мы находимся в городе Каурле. Сегодня у меня такой весенний апрельский влог. Приятного просмотра! Сегодня мы с моей дочерью решили приехать на побережье Адриатического моря в город Каурле. Это находится на севере Италии в регионе Венето в провинции Венеции. Немножечко хочу вам показать дорогу. Буквально одну минуту, вы видите, с этой стороны находятся рыболовецкие лодки, потому что здесь также торгуют утром свежей рыбой. В общем-то, этот город живет за счет туризма и, конечно, за счет торговли морскими продуктами. То есть, в этом случае свежими морскими продуктами, хочу сказать. Вот. Ну и, в общем-то, мой первый раз. Сейчас уже скоро начало сезона. Это видео я снимаю в конце апреля, но выложу я его в мае, потому что, скорее всего, что не успею выставить в апреле. И немножечко хочу рассказать про этот городок. А так, в общем-то, влог у меня будет достаточно спокойный. Сегодня мы будем гулять вдоль моря, а также расскажу про цены на анализы крови в лаборатории, потому что сегодня, перед тем, как приехать в город Карла, я сдала анализы, поэтому скажу, сколько заплатила и сколько, какие параметры стоят в этой стране. Ну и, в общем-то, вечером после этого прогулки на море мы поехали отмечать день рождения мужа сестры моего мужа. В общем-то, получается головоломка, когда у моего мужа есть сестра, и она замужем. Так вот, у ее мужа день рождения мы поедем отмечать в пиццерии, поэтому покажу, так скажем, итальянские пиццы, ну и цены. Так что вот такой вот приятный весенний влог из Северной Италии. Как вы уже заметили по видео, то здесь очень много красочных домиков. Этим этот курортный город и отличается от других тем, что очень красивые фасады ярких, красочных или пастельных тонов домиков. Ну, в общем, вот мы приехали на пляж. Посмотрите, какой большой пляж. Пляж здесь длиной в 17 километров. И шириной 60 метров. Для ребенка, конечно, это такое счастье, большая радость, потому как это первый раз в этот сезон мы приехали на пляж. Хорошая очень погода. И поэтому счастья нет предела. Ну, в общем-то, как и всегда, у всех детей, да и у нас в детстве было. О, как здорово! Нашли две лежанки. Ну, вот здесь мы и остановимся поиграть. Море видно. Я здесь приму впервые в этом году солнечные ванны, если так можно выразиться, да. Ну, а моя дочь будет играть с песком. Ей в счастье, хотя ей 9 лет уже, но всегда радость копошиться в песке. Сегодня утром я поехала сдать анализ крови и чуть не обалдела. В общем, я заплатила 153 евро за простой анализ крови. Сейчас я вам покажу, что конкретно, какие параметры конкретно я сдавала. Ну, вот сейчас 9 часов утра. Я вместе с моей дочерью приехала сдать анализ крови. Школа сегодня закрыта, потому что каникулы. И вот в эту дверь впереди я пойду, значит, делать процедуру. Сейчас я ее уже сделала, и поэтому немножечко хочу вам показать, как выглядят, в общем-то, частные поликлиники, так можно сказать, в деревнях. В итальянских деревнях. То есть здесь вы видите кассу застекленную. Там сидят два человека. После этого мы зашли в кафе позавтракать, потому что, естественно, анализ сдается натощак. И, в общем-то, моя дочь тоже ничего утром не ела. Поэтому сразу же здесь мы позавтракаем, а дальше поедем гулять на море. Вы видите, что уже утром есть люди в кафе, которые завтракают. Итальянский завтрак – это капучино или кофе. И сладкая булка. Обычно это бриошь или крафен. Своего рода пончик с начинкой, кремом или мармеладом. И, в общем-то, бриошь, круасса. Очень многие итальянцы завтракают не дома, а в барах. Особенно если они живут в городе, и рядом находится бар. Так, ну вот, смотрите. Эйзами ди лабораторио – это анализы в лаборатории. За них я заплатила 150 евро 30 центов. И дальше мне, значит, добавили 2 евро – это болли. Это своего рода, ну, за то, что, в общем, мне выдали этот документ. То есть фактура своего рода чек. Так вот, я заплатила 152 евро 30 центов. И сейчас я вам покажу, какие конкретно анализы я сдавала и сколько они стоят. Вот чек банкомата, тоже 152.30. Ну, и сейчас я вам покажу таблицу анализов, которые я сдавала. И, в общем-то, цены, которые я за них заплатила, можете поставить на паузу и посмотреть поближе. Все перечислять не буду, назову лишь некоторые. Значит, услуга взятия анализа стоит 4 евро 50. Ну, например, глюкоза – 1 евро 40. Кальций – 2 евро. Витамин D – 19.50. Гормон паратормон – 21.30. Свободный тероксин – 13.80. Ну, а, например, анализ мочи – 3 евро. Дальше, например, инсулин – 12.40. Гормон териотропин – 12 евро. И гликованный гемоглобин – 13.60. Да, вот такие вот цены в Италии на анализ крови. Конечно, можно было бы что-то сэкономить, если бы я поехала в государственную больницу. Но там нужно записываться. Записывают сейчас. Нельзя прийти как раньше. И когда тебе взбредет в голову, нужно записываться. Поэтому я пошла, в общем-то, ближе к моему дому. Ну, в общем-то, цены примерно вот такие, как вы и увидели. И дальше мы приехали в Каурла. Сейчас немножко здесь мой... Я приехала со своей дочкой. Так что сейчас мы здесь наиграемся в песке. Погуляем вдоль моря. И поедем домой. Потом дома у меня тоже полно дел. Вот такая, в общем-то, сегодня прекрасная погода. Примерно сейчас, наверное, плюс 13 градусов. На солнце действительно очень тепло. Но из-за того, что дует такой свежий очень ветерок с моря, то есть такая свежесть некая, которая только вот от моря. Такой холодок как, да. А так вообще на солнце действительно тепло. Хорошо, что мы нашли вот такие две лежанки. Видите, там на заднем плане еще одна. А так есть только зонтики пока что. Но если вы на море, например, весной или осенью уже после закрытия сезона или до открытия сезона, когда кассы еще не работают, нашли лежанки, то вы можете ими спокойно пользоваться. Они бесплатные. Все вот эти гостиницы, которые вы видите вдоль пляжа, это все гостиницы чисто конкретно летние. Здесь, вы видите, идет целый ряд. Открываются обычно сезон 1 мая, то есть уже совсем скоро. Это низкий сезон, когда цены самые низкие, конечно же, в мае. И обычно сюда приезжает очень много именно немцев. Потому что им нравится, что низкая цена. Да, и они из страны, где немножко холодно. И для них уже в мае они купаются, и для них тепло. Сейчас подойдем уже ближе к морю. Но, как вы видите, зонтики уже стоят. Ну, а лежанки привезут к 1 мая. Так, сейчас 12 часов дня. И, в общем-то, в 12 в церкви бьют колокола. Вот Домская церковь Каурлы. И вот эта вот церковь Мадонны. Вот она здесь, около берега, прямо на пляже. А вот как церквушка выглядит сверху. Вон та маленькая дальняя церквушка. И рядом пляж, на котором мы сейчас находимся. Так, папа вчера купил в киоске игрушку. За то, что получила хорошую отметку в школе. Ей больше, чем игрушки из игрушечного магазина. Больше нравятся вот эти, купленные в киосках. Всякие такие разные штуки. Даже не знаю, как их охарактеризовать. Просто какие-то резиновые, вот такие вот мягкие. Ну, не знаю. Вот такая вот мода сейчас у детей в наше время. Да. Семьян. Ньян? Его зовут Ньян, она говорит. Это супер-верононная. Ну, все, в общем, наигрались. Сейчас пойдем к морю. Погода просто замечательная. Просто так греет солнышко приятно. Просто как хорошо, что мы приехали погулять. Отключиться от всего. Подышать свежим воздухом. И вот прямо ощущается, что скоро-скоро лето. Совсем не за горами, да. Вот посмотрите, как выглядит с морского берега сам плед. Пляж и гостиница, как вы видите, вдоль пляжа. Как я вам уже сказала, пляж длиной 17 километров и шириной 60 метров. Вау, как бельно. Ой, смотрите, какую ракушку красивую нашла моя дочь. Красиво. Бравейсима. Бравейсима. На кончилля. На кончилля. Си. На кончилля. А, си. Какая-то. Какая-то. Какая-то, что ты чувствуешь в море внутри. Слышишь новый метр капуччо. Ну вот, собираем ракушки. Да, конечно, вспоминаю детство. Тоже собирала ракушки у нас в Юрмале. Вот. Ну, правда, у нас можно было еще и янтарики найти кусочки. Чего здесь, конечно, нету. Но зато здесь красивые ракушки есть. Вау, как бельно. Ой, еще одна. Си. Какие. Это не малини. Си. Так и не траву альдре. Воу, пробуй. Вот оно, море. Через месяц-полтора уже будем купаться. Красота. Какая. Супер. Да, все, лето уже не за горами. У нас, конечно, настоящая весна. Вот такая красота. Здорово. Какая интересная ракушка. Какая интересная ракушка. Вернуться в детство и вот так вот собирать ракушки вместе с детьми просто превосходно. Ну, а для тех, кто собирается в отпуск на Адриатическое побережье в Северную Италию и именно в город Каурле, то да, все сейчас уже готовится и море вас ждет. Ну, а тем временем мы нашли медузы, которые море выбросило на пляж. Посмотрите, какие интересные розовые внутри. Да, вот такие вот. Я, в общем-то, летом здесь у нас медузы есть, но они такие микроскопические, их не видно. И иногда, конечно, они обжигают летом. Вот, ну, а вот таких больших я, честно говоря, вижу в первый раз. Ну, вот сейчас нету сезона, возможно, период именно медуз. О, это прекрасно! О, на конкиле все про лаконкиле. А, интересная какая ракушка. Ракушка в ракушке. О, очень интересная. Ой, ну мы тут насобираем сейчас ракушек себе. О, красиво. О, здорово. Все еще целая. О, это очень долго. О, что красиво. И у нас есть еще другие, похожие на пляж. Эти вот такие, которые слышишь в море. Да, это все интегра. О, красиво. У меня есть большая медуза. Ой, какая она большая У нее здесь ножки Фиолетовые Ух ты, какая громадная Ой У меня здесь такие ножки Но она уже Посмотрите Какая красавица была Очень красивая медуза Ну вот, выбросила ее на берег Но я думала, что она Мертвая, конечно, уже Да Уже мертвая Красавица какая большая Ну а вот так эти медузы Выглядят, когда они живые Плавают в море Моя дочь говорит Что вода просто ледяная Ну, возможно, я верю Хотя, видите, она очень прозрачная Но летом из-за того, что песчаное дно Песок поднимается И кажется, что вода не прозрачная На самом деле Она прозрачная Конечно, чистая и хорошая вода здесь И хочу В общем-то, мы нагулялись уже вдоль пляжа Сейчас пойдем на красивый променад Погулять Я вам тоже покажу У нас такое сегодня утро Достаточно просто прогулка Ничего не обязывающая Никаких магазинов Просто чисто подышать свежим воздухом Побыть на солнце Получить дозу витамина D Вот Ну и вот просто насладиться Помедитировать, можно так сказать Чтобы проветрить голову Себя Это всем советую И кто живет около моря И даже кто живет около леса Где угодно Главное выйти на природу Подышать свежим воздухом И побыть на солнышке А сейчас хочу показать Как здесь цветут дуванчики У нас, конечно, вовсю Вот так вот даже между камней Ну вот Так вот красиво выглядит набережная Эта набережная называется Скольера Вива Вот так она выглядит сверху Вот эта церквушка Мы сейчас идем Вот как раз по полукругу И потом вот по этой длинной дорожке Променад Пойдем вдоль Вот видите Вдоль моря Значит, это колокольня Эта церквушка маленькая Мне кажется, я ее вам снимала Изнутри тоже Может быть на втором канале Вот сейчас не помню Это Сантуарио Дела Мадонна Деланджело То есть получается Святилище Богородицы Ангела Которое построено в VI веке Расскажу вам такую историю Что в 1727 году Каурла немного затопило Ну так как это случается в Венеции То есть было небольшое наводнение И город затопило Ну не знаю, не помню сколько Конкретно по колено воды было Или выше, да Но факт тот, что все затопило Кроме вот этой маленькой церквушки То есть она была внутри абсолютно сухой Поэтому и считается, что она такая чудесная Да, это просто, ну как Приравнивается к чуду Колокольня церквушки Она же служит маяком Очень красиво солнце блестит на воде Такого темно-бирюзового цвета Очень красиво И здесь идут булыжники Я даже не знаю, как их правильно назвать Скальный утес Риф Что это? Ну своего рода обрыв Но это не обрыв Это эти булыжники То есть скальный утес Скажем, не знаю, как по-русски Вы меня извините Я не знаю Потому что я 26 лет живу в Италии Сама я латышка из Риги уже Все время повторяю Потому что много новых зрителей Они просто не знают Поэтому я вот извиняюсь Если неправильно называю Так вот Эту скальную породу сюда привезли специально Чтобы от наводнений Поставили вот такой вот В длиной Во всю длину променада Так скажем Так вот Он называется Видите, здесь вырезаны скульптуры Так вот Это называется Скольера Вива Ну своего рода Живой риф Почему? Потому что В далеком 1992 году Скульптор Сэрджио Лонго Это он скульптор У него родилась идея Видите, написано Скольера Вива У него родилась идея Из этих булыжников Делать скульптуры Кстати, вот этот ангелочек Который вы видите Это Одна из скульптур Которая получила премию Потому что На протяжении последних Скажем 30 лет Каждый год Проходит конкурс И сюда приезжают Где-то от 20 до 30 Разных скульпторов Проводится конкурс И в общем Выигрывают премию Каждый год Новые разные скульпторы Поэтому это и называется Так скажем Живой риф Так вот Идея скульптора Сэрджио Лонго Она имела успех И поэтому каждый год В общем-то Проводятся такие конкурсы Он в тот год Сделал скульптуру Нептуна И на следующий год Сделал, значит Скульптуру Мне кажется Богини моря Ну в общем-то Получается Что здесь Своего рода музей Под открытым небом Хочу сказать Что насчитывается 106 Так скажем Вот таких булыжников Из которых Сделаны скульптуры Их всего 106 И обычно Этот конкурс Проводится Во второй половине Июня Каждый год И хочу сказать Такую интересную Для вас новость Что в 2021 году Было три победителя На конкурсе Вот по скульптированию Камней И один из трех победителей Был русский скульптор Петр Зайцев Также вы видите Таблички Победителей Вот например Эта скульптура Тоже победила Сейчас посмотрим В каком году Она победила В 1994 году Франко Маскио Скульптировал Вот такую скульптуру Под названием Человечество Ну а здесь вы видите Разные Другие скульптуры Черепахи Так что Достаточно интересно Здесь гулять Вот так вот Вдоль моря И рассматривать Вот такие Интересные Так скажем Произведения Искусства Также вот Дельфин Значит Это порода Камня Эуганский Трахит Что очень-то Похож на Базальт По своей Природе Вот такой вот Интересный Посмотрите Вот эта книга Мне она очень Понравилась Потому что Действительно Кажется Что она настоящая Даже видите Страница Как загнута Да Вот прям Трогаешь Кажется Что это Действительно Вот настоящая Книга Очень красиво Мне очень Конечно Понравилась Такая скульптура Даже вот бы Хотелось Розу живу Поставить И сделать фотографию Для инстаграма Ну вот такая Тоже скульптура Называется Морские животные Значит Здесь получается Краб Вместе С рыбой Значит Эта скульптура Тоже победила В 94-м году Серджио Лонго Вот видите Это и есть Тот скульптор К которому Пришла Эта идея Начать Каждый год Вот такой вот Конкурс Здесь на побережье Ну здесь Мы видим Наверняка Это своего рода Ящерица Ящериц Тоже очень много Разных пород Да Вот такая вот У нас Интересная Здесь прогулочка Хочу сказать Что Если вы будете В Венеции Обязательно Сюда приедьте Посетите Этот городок Он очень Интересный Уютный Атмосферный Находится 80 километров От Венеции То есть Получается Час езды На машине Ну вот Мы сейчас Уже поднимемся Наверх по лестнице И пойдем Гулять сверху Но хочу вам показать Вот Прямо напротив Лестницы Такая скульптура Такой Изящный Маленький Крокодильчик Прямо Очень классненький Мне понравился Ну вот Видите Какие Здесь Красивые Скульптуры Ну а сейчас Мы уже поднялись Как вы видите Наверх Да Можно гулять По низу И рассматривать Скульптуры Которых Насчитывается Больше Чем 100 А можно Гулять Сверху На Красивом Променаде Видите Церквушка Осталась Уже сзади И в общем-то Наслаждаться Красотой И домиков Вот эта Домская церковь И характерные Вот такие Вот Красочные Домики И также Конечно Красивым Видом Море То есть Летом Здесь Кишит Народа Вы не представляете Ну конечно Мы летом Тоже приедем Погулять Я вам покажу Но сейчас Вот так вот Свободно Да Потому что Туристов Еще нету Но летом Здесь просто Кишит Народа Как муравьев Везде Везде полно Парковку Найти Невозможно И в общем-то Все отели Все Квартиры Все Занято Туристами Ну вы сами Понимаете Что в городке Живет 11 тысяч Человека Приезжают Миллионы Погода Замечательная Уезжать Совсем Не хочется Но мы уже Здесь Все утро Провели Поэтому Сейчас Пойдем Обедать Здесь Вы видите Множество Ресторанчиков Они открыты Круглогодно Потому что Это Один из Немногих Курортных Городов Который Живет Круглогодно Обычно В Италии На побережьях Большие Громадные Курортные Города Это чисто Летние Города То есть Там Находятся Только гостиницы Квартиры Которые Сдаются Только На лето Либо Сами Итальянцы Их Используют Как Дачи Посмотрите Какие Красивые Красочные Домики Ну просто Прелесть Как Игрушечные То есть Я каждый Раз сюда Приезжаю И вот Очень мне Нравится Так вот И поэтому Это единственный Городок Да Который Живет Круглогодно Хотя Конечно Население Как я сказала Очень мало Мало людей Здесь живет 11 тысяч Но приезжают Просто Миллионы Туристов Примерно 4 миллиона Ежегодно И конечно В этом году В 2023 Тоже ожидается Большой Наплыв Туристов Посмотрите Какая Скульптура И вот Фотография Как эту Скульптуру Делал Сам Скульптор Посмотрите Как интересно Да Вот Сейчас Я вам покажу Российского Скульптора Петра Зайцева Который Выиграл Да Один из трех Победителей В 2021 Году Как я уже Говорила Ну а здесь Мы видим Домскую площадь Она конечно Очень красивая Тоже Очень старинная Обязательно Зайду Внутрь Но не сейчас Потому что Я приехала Гулять с ребенком И в общем-то Для нее Самое важное Это была прогулка Именно на море Поиграть С песком Вот А потом Я уже Когда сама Приеду Или с подругами Потому что Знаете Детям Не очень Нравится Конечно Гулять По самому Городку По Так скажем Магазины Рассматривать Их Их это Достаточно Утомляет Вот И когда Приеду В следующий раз Обязательно Зайду В церковь Напишите Интересно Было Бы Вам Посмотреть На эти Церкви Они Конечно Очень Могущественные Очень Великолепные Красивые И старинные Внутри Это просто Захватывает Дух Как и в общем-то Большинство Церквей В Италии Да Посмотрите Туристы Уже в апреле Это немцы Поэтому В общем-то Как вы видели На площади Сидела девушка В шапке С бумбоном Меховым Да И тут же Посмотрите Немецкий турист В шортах И в майке Но это Разные люди Реагируют На первое Тепло По-разному Да Кто-то еще В зимней одежде А кто-то При первой Теплой погоде Вообще Раздевается Как летом Но Вообще Должна сказать Что я в апреле Видела немцев Которые купались В море Несмотря на то Что моя дочь Сказала Что Вода Была Ледяная И в общем-то Вечер С сегодняшнего дня Мы закончим В пиццерии Сейчас мы уже Вернулись домой Побыли дома И поехали Вечером Отмечать День рождения Как я вам сказала В начале видео Мужа Сестры Моего мужа Вот Сюда В пиццерию Он пригласил Нас Моих свекров И своих родителей То есть Самых близких Мы сейчас Находимся В агритуризме Который Называется Фоссамала Как вы видите На вывеске Это очень Интересное место Здесь Производят Виноград То есть В смысле Здесь есть Виноградники И они Производят Собственного Производства Вино Вино Которое Очень часто Начиная Начиная Очень красивый Парк Парк Действительно И Также Виден Иноградник Действительно Очень Атмосферное Место Да Также Здесь Проводятся Концерты Разные Другие Мероприятия Летом Очень часто Играет музыка Вот И здесь Работает Несколько Людей Которых Я знаю Лично Вот Ну Потому что Работала С ними Несколько Лет Назад Но об этом Говорить Не буду В общем То мы Пришли Я вам Просто Показываю Как здесь Украшено Красиво Потому что Итальянцы Конечно Любят Украшать Очень Так Атмосферно Свои Бары Кафе Рестораны Это Действительно Отдельное Искусство Так скажем Ну Вы сами Видите Какие Витрины Красивые Когда я Показываю Итальянские Витрины Они Конечно В этом Мастера Ну Вот Здесь Видите Машина Своего рода Выжималка Для винограда Да Все Уже Зашли Вовнутрь Я Последняя Захожу И Вот Здесь Вы Видите Донышки Бутылок Винных Также Вот Нарезка Для Прошутто Крудо Прошутто Кото В общем Афетаты То есть Это инструмент Которым В Италии Тонко Нарезают Ветчину Колбасу И Другие Афетаты Ну И в общем То Вот Мы Заказали Пиццы Вот Так Вот Это Пицца Моей Конята Получается Сестра Моего Мужа Заказала Себе Белую Пиццу Белая Пицца Это Пицца На которой Нету Помидоры Помидоров Да То есть Она Видите Белого Цвета С Колбасой Это Крустоуны Это Заказал Отец Мужа Сестры Моего Мужа Боже Мой Ну Вообще Головоломка Ну В общем Вы поняли Я надеюсь А это Моя Пицца Посмотрите Какая Прелесть Я заказала Пиццу Овощами И вот Здесь Такой Мягкий Сыр И Лук Значит Как Это Сказать Чипола Карамеллата Карамель Лук В карамели Что Ли Наверное В Значит Вот Такая Пицца Это Пицца Которую Заказал Мой Свекр То есть Это С Мортаделла И Здесь Видите Такая Подливка Своего Рода Вот Такая Как Цветочки Салатового Цвета И Это Пицца Которая Называется Триесте Это Заказал Вот Муж Сестры Моего Мужа И Мне Кажется Его Мать Она Рядом С Потому Что Принесли Красивую Значит Пьем Мы Пиво Потому Что Обычно С пиццей В Италии А компания Ну Значит Приносят Пиво Как Питье Здесь У моего Мужа Вы Видите Проростки Совсем Молоденькие И Листки Базилика Ну А дети Как Всегда Едят Маргарита Это Самая Простая Пицца Маргарита Это Помидор И Моцарелла И сыр В общем Вот И все Вот Такое Сладкое Мне Принесли Это Слоеное Тесто Воздушное Заварной Крем И Лесные Ягоды Также Видите Клубника И Листик Мяты Такое Сладкое Очень Легкое Съел И Даже Не Заметил То есть Не Тяжелое Сладкое Совсем Не Приторное Это Воздушное Такое Тесто Очень Воздушное Хрустящее Так что Советую Если будете Здесь Инфоса Мало Можете Заказывать А вот Мой Муж Заказал Себе Чизкейк С Фисташковым Кремом Вкусом Да Я Чизкейк Не люблю Потому что Считаю Что Очень Тяжелое Сладкое Ну и Все Конечно Всегда Заканчивается Кофе Эспрессо Можно Лищо Это Просто Черный Можно Макьято Значит С молоком А можно Корето Значит Со Спиртным Напитком Если Это Видео Вам Понравилось Ставьте Лайки Пишите Комментарии И До Следующих Видео Пока Пока